Всем привет, мои маленькие любители видеокарт. Надеюсь, меня хоть сколько-то слышно, потому что я сейчас с воротником стою. Короче, сегодня у нас один интересный и показательный случай. Дело в том, что у меня уже было на практике такое. Именно поэтому я делаю так, как делаю. Сейчас я думаю, что вы поймёте, о чём я. Дело в том, что возвращаемся опять же к видеокартам 10 линейки, а конкретно 1080 и 1080 Ti. То есть видеокарты, построенные на видеопамяти GDDR5X. Не обычный, а 5X. Я это специально подчёркиваю несколько раз, потому что люди опять услышат что-то своё, будут мне срать в личку, а Victor с GDDR6 такое может быть, а GDDR5 такое может быть, а ещё какой-то это может быть. Ребята, я не всеведущий, поэтому я отвечаю только на то, что знаю. Короче, имеемый 1080 Ti, побывала в сервисе, там прогрели два чапа видеопамяти по каналу А. Это ни к чему не привело, забраковали видеочип, сказали, что типа ГПУ здесь точно труп, и собственно на этом всё. В данный момент у нас 367 МАЦ прошёл уже. Отлично. Берём флешечку, амдешная, кстати. Берём флешку, вставляем в компухтер, врубаем шарманку, давай-давай-давай. Вот, репорт. Как мы можем видеть, репорт у нас со всеми ошибками, по всем чипам памяти. И вот давайте на этом моменте уже скажите мне, какой же чип здесь виноват. Вангую, что все скажут, наверное, вот этот, по нему больше ошибок. И, честно сказать, я тоже так думал. Но после того, как я начал переделывать работу за предыдущими ремонтниками, потому что они, видимо, так же пошли, начали думать. Они взяли и вот по этим вот двум чипам видеопамяти, ну, точнее по каналу А, два чипа прогрели. Я поднял, там куча серых пятаков. Я всё это отреболил, посадил обратно. И, собственно, видим, что у нас, ну, репорт никак не изменился. А теперь сделаем следующий мув. В принципе, я уже, как я сказал, такое делал. Берём мат с 400 и 184. Всё то же самое. Просто-напросто берём, но меняем всё это дело. Раз, раз, раз. Это hardbuzz. Давай быстрее. Так, всё. Добавилось. Вынимаем нашу флешку. Вставляем. И ждём. Пока с вами, так скажем, поразговариваем. Окулера не крутятся, потому что я их не подключил. Охлад здесь чисто номинальный, чтобы, ну, собственно, карта у нас не перегрелась. Сразу хочу сказать. Уже были у меня видосы, где я, так или иначе, заострял внимание на G2R5X памяти. Помните видосик про видеокарточку после Мистера Икс, где я сказал, что одним из виновников, возможно, был флюс, который нельзя называть. Так скажем, локальные мемы раскрывать не буду. Так вот, дело в том, что, действительно, ошибки по всем чипам памяти, они на G2R5X памяти, на самом деле, ни хрена ни о чём не говорят. По факту. Потому что каждый случай индивидуален. И показательный пример тому, пока здесь у нас всё проходит. Видеокарточки майнинг-версии, вот их здесь куча сейчас лежит, которые построены на 5X памяти, и их как раз-таки Мистер Александр делал. Я тут отъезжал в небольшой отпуск. Скажите, будет ли вам интересно, если я смонтирую видосик про место, где я отдыхал, в принципе, мне там понравилось. Но пока ещё не знаю, переделался в тревел-блогер или нет. Так вот, он эти видеокарточки всё это время делал, и даже я так скажу, что частенько случаи, которые там были, я даже браковал и приговаривал к замене. Проблема дефектовки видеокарточек майнинг-версии на G2R5X памяти в том, что матс особо вообще нихуя не показывает ошибки также по всем чипам. Если ошибок нет, то будет пас. То есть на конкретный чип оно не указывает. Ну, собственно, наш тест прошёл. Берём нашу волшебную флешку. Так, вставляем. То есть всё без наебаловы, никакой подтасовки, ничего. Хоп. И штаны превращаются... Короче, я думаю, что вы поняли, да? Вот во что они превращаются. Вот такой вот интересный дефект, что... У меня такое ощущение, что в 400-м 184-м есть какой-то баг-фикс для G2R5X памяти. Дело в том, что я это уже не первый раз наблюдаю, подобную картину, что 367-й у нас, типа, вот, говорит, что вот, однозначно. Тут, короче, ошибка. Причём он ещё пишет, что Варвинг, РМ, ля-ля-ля, вон ТЭС, ГП, СТУСИР, УМЕР, короче, какая-то хуйня. Я не понял ничего, я по-английски не шпрехаю. Короче, в результате мы видим вот такие вот картины. И я так понимаю, что в данном случае предыдущих ремонтингов как раз-таки вот это вот всё смутило. Давайте поподробнее как раз-таки сейчас про это всё дело поговорим. Дело в том, что действительно, когда ошибки по всем чипам, я уже говорил, как правило, виноват тот, где чип имеет наибольшие ошибки. В данном случае было проведено, я уже сказал, что всё это отрибольно посажено, ни хрена ни к чему не привело. При этом при всём, если мы сейчас совместим, да, вот так вот, ну, этот чип вообще здесь ничем не выделяется. Абсолютно ничем. Такое же количество ошибок. Как бы вообще странно, почему так. Но в результате это работает, ещё раз повторюсь, для GDDR5X памяти. Не для GDDR5, не для GDDR6. Именно 5X память так себя ведёт. Именно поэтому я уже неоднократно поднимал вопрос о том, что ремонт десятой линейки тот ещё геморрой. И вообще я всё чаще начинаю задумываться о теме того, чтобы, в принципе, отказаться от ремонта десятой линейки. Потому что, как правило, какие-то дешёвые карты, ну, там, ремонт иногда ограничит с их какой-то ценой бушной на Авито остаточной стоимостью. А когда майнинг совсем схлопнется, так это будет ещё более остро ощущаться. А видеокарточки майнинг версии и 1080p 1080i, они себя ведут крайне непредсказуемо. Почему? Я прихожу к тому, что конкретно в 5X памяти она иначе работает, чем пятёрка. И, возможно, вот этот пак 367-38, мац, в нём действительно что-то не учитывалось. А что именно? Возможно, там прогоняются только DQ контакты. То есть на... ну, если у нас есть какой-то обрыв, либо КЗ, либо ещё что-то по контактам передачи именно данных, то, в результате, он показывает действительно ошибки по этому чипу. Но, если у нас обрыв, либо какая-то проблема не на DQ контакте, а на каком-то ином, скажем, там, клок или ещё что-нибудь там, ну, их у нас миллиард, в любом случае, любая другая дефлиния, которая не занимается передачей данных, то как раз-таки мы можем видеть вот примерно такую картину, что мац начинает старый срать вообще всем и вся. Именно поэтому я ставлю под сомнение, так скажем, рекомендацию, опять же, использовать для 10-й линейки сугубо 367-й мац. Я его достаточно давно уже не использую. Так получилось, что флешка просто с ним была под рукой первой попавшейся. Я даже не знал, какой там мац, я его вставил, но я, собственно, вижу, что там 367-й, ну окей. А потом взял и 400-й залил. И видим, да, разница, как говорится, характерна. Поэтому моё здесь наставление, если вдруг вам приходят карточки на 5x памяти, всё-таки я советовал бы 400-й использовать. Так что вот, как-то так. Надеюсь, что данное видео кому-то пригодится, поможет, и кто-то не будет, так скажем, браковать видеокарточки с ошибками по всем чипам. Но, опять же, это не говорит о том, что... Ну, это исключение, скорее, понятное дело, чем правило. Но в данном случае карточку уже забраковали в одном сервисе по ГПУ, и она попала ко мне. То есть, понимаете, да, в перспективе это, опять же, попадало на то, что, ну, как бы, можно было починить. На этом всё. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok